Всем привет! С вами Кулич и это снова теплые ламповые обзоры старых комиксов, вышедших в России в 90-е. Наверняка многие из числа тех, кто смотрел предыдущие выпуски Тряхнем Старьем, все время задаются вопросом Ну сколько можно рассказывать про детские комиксы? Но, друзья, мои факты остаются фактом. Большинство, львиная доля комиксов 90-х была ориентирована именно на детей. Но сегодня выпуск особенный, потому что я предлагаю вам отвлечься от Микки Маусов с русалочками и обратить свой взор на действительно брутальный, захватывающий дух и любимый многими приключенческий комикс Фантом. Фантом в России издавался силами издательства Семиф. Если вы не смотрели, скажем, первый выпуск Тряхнем Старьем про Тумака, то сейчас я вам вкратце напомню, кто это. Это российское подразделение шведского издательства Семик. И в начале 90-х они пошли по своему, особому пути, публикуя на русском различные переводные европейские комиксы. В отличие от того же Эггмонта или Махаона, они брали тайтлы, доселе незнакомые никому в нашей стране. Итак, вооружившись тем фактом, что комиксы Семиф издавал европейские, вы должны сильно удивиться, узнав о том, что Фантом является живой классикой американской комикс-индустрии. Создатель странствующего духа Ли Фалк начинал, как и многие из журнальных стрипов, а первый комикс о Фантоме появился еще в 1936 году и выпускается в виде журналов и книг различного формата до сих пор. Конечно же, увидев костюм главного героя, многие угрюмые скептики сейчас зевнув скажут, очередной клон Бэтмена. В начале 20 века их было как собак нерезанных. И, друзья мои, вы очень сильно ошибетесь, потому что Фантом это был самый первый супергерой, который стал носить обтягивающий костюм. Он стал самым первым супергероем, который стал носить маску без зрачков. На эту мысль, как признавался Фалк, его натолкнул в вид греческих античных статуй, которых в детстве он очень боялся. И, наконец, альтер-эго Фантома в реальной жизни – это богатый миллионер и плейбой. И это за три года до появления Брюса Уэйна, если что. Что же это получается? Семиф в 90-х годах издавал у нас классические американские комиксы, а мы и не знали? Не совсем так. Семиф издавал комиксы шведские. Дело в том, что в 60-х годах оригинальные комиксы о Фантоме стали издаваться по лицензии в странах Скандинавии. И так у них хорошо пошло это дело, что они подумали, а что бы нам не выпускать и не издавать новые истории о Фантоме, нарисованные и написанные силами скандинавских художников и сценаристов. Кстати, забавный факт. В оригинале костюм Фантома фиолетовый, но при печати первых журналов в Европе в типографии, видимо, была какая-то беда с фиолетовой краской, и Фантом стал щеголеть в синем костюме. Так это дело прижилось, что в этих европейских комиксах костюм устранствующего духа синий до сих пор. Вот этот вот шведско-финский опыт натолкнул меня на мысль. Дело в том, что сейчас многие российские издатели пытаются изобрести велосипед, создавая с нуля свои собственные вселенные. Так вот, уважаемые издатели, я предлагаю вам другой проверенный способ. Почему бы не купить права у авторов какой-нибудь старой, некогда популярной, но давно загнившей серии, например, американских комиксов, и попытаться вдохнуть в нее новую жизнь уже силами наших российских творцов, но на готовой платформе. А там, глядишь, если дело пойдет, можно и на мировой рынок выйти. Мало ли таких бездонных тайтлов с уже сформировавшейся фан-базой. Тем более, что положительный опыт из игровой индустрии у нас уже есть. Так в 2007 году компания Catauri Interactive вдохнула новую жизнь в игру американскую 90-го года под названием King's Bounty. Ух, столько еще интересной информации хотел вам рассказать, но уже не терпится перейти к сюжету, а он в детстве просто приводил в восторг. Итак, Фантом — это альтер-эго Кита Уокера, этакая смесь Тарзана с Зорро. Никакими суперспособностями наш герой не обладает, помимо блестящих физических навыков, совершенного владения боевыми искусствами и холодным оружием, а также проницательным умом. Кроме того, Лифалку удался поистине гениальный ход, который решил проблему старения героя. В русском издании Семиф очень здорово нафорзаться от журналов порциями подавал так называемую легенду о Фантоме. Как раз из нее-то мы и узнаем. Оказывается, что нынешний Фантом Кит Уокер уже 21-й по счету. Именно так. В XVI веке, 21 поколение назад, пра-пра-пра-пра... Ну, в общем, далекий предок Уокера, после стычки с пиратами потерпел крушение на острове, где был спасен племенем пигмеев. Молодой человек стал свидетелем гибели своего отца на корабле от рук одного из пиратов, поэтому дал клятву посвятить всю свою жизнь борьбе со злом и насилием. Постепенно он обосновался в джунглях, построил своеобразный бэт-кейв, только в форме черепа, завел семью, накачал мускулатуру и начал делать добрые дела, скрываясь под маской. Среди туземцев он стал легендой, а секретная личность Фантома стала передаваться по наследству от отца к сыну, сохранившись до наших дней. Поподробнее рассмотрим сами российские издания. В нашей стране вышло всего 4 номера. У меня, к сожалению, нет самого первого, а у одного из них пострадала обложка. Видимо, пятилетнему мне очень уж хотелось в детстве выиграть 100 долларов. В первых трех номерах комиксы под авторством Фалька, а вот в последнем четвертом историю писали и рисовали финны, и она мне кажется самой крутой. В ней Фантом расследует дело о серийном убийце, который садистски убивает полицейских. Дедуктивным методом Уокер начинает понимать, что места преступлений по странной случайности совпадают с городами, где в это время гастролирует бродячий цирк. Дальше ничего рассказывать не буду, постарайтесь отыскать комикс сами, и эта история, поверьте мне, стоит того. В сюжетах других журналов много погонь, драк, чести, благородства и по-настоящему мрачной атмосферы. А непрерывающаяся генеалогическая линия героя позволяет переносить действия из современности в прошлое. В частности, вот в этом номере Фантом нынешний повествует своим друзьям-туземцам об одном из своих предков и его схватке с пиратами. Обложки наших изданий это копии чешских, польских, венгерских и финских. А вот о косяках издания в этот раз говорить мне даже ничего не хочу. Для того времени все на уровне. Подводя итог, скажу, что Фантом жемчужина не только моей коллекции, но и, пожалуй, жемчужина всей первой волны комиксов в России. И да, я забыл сказать, в 96-м году почтенная серия комиксов получила даже собственную голливудскую экранизацию с Билли Зейном в главной роли. В кинотеатрах, правда, тот фильм собрал мало, зато окупил все затраты последующей продажи видеокассет. И еще, я в курсе, что многие издатели посещают наш любимый сайт комиксбум.нет для которого я, собственно, и записываю эти видео. Так вот, уважаемые издатели, позвольте обратиться уже второй раз к вам напрямую. Если вы задумываетесь над покупкой очередной лицензии для издания в России, обратите свое внимание, пожалуйста, на Фантома. Я уверен, что этот комикс не может плохо продаваться, а уж за 80 лет сюжетов там наверняка классных набралось немерено. Ну что ж, а на этом все. Я говорю всем спасибо за просмотр. Всю информацию о старых комиксах вы можете найти в базе данных cbdb.ru Ссылка будет ниже в описании. Также призываю всех подписываться на свой канал, тогда вы точно не пропустите ничего интересного. И да, зацените мои обзоры старых Lego. Ну что ж, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok